С вами Надя и Элина в подкасте «Картава по душам». Поехали. Привет, давно с тобой не виделись. Да, давно. Что-то у нас выпуски не сильно регулярно выходят. Но что ж, мы возвращаемся в эту студию снова, и это радует. Да, я тоже рада тут быть. О чём сегодня с тобой поболтаем? О путешествиях. Как мы к этой теме вообще с тобой пришли? Почему в этот раз именно путешествия? Ну не знаю, видимо, накопилось, не хватает приключений, вот и разговаривать о них хочется. Наверное, да. Я помню, ты писала мне ещё некоторое время назад, когда съездила в Албанию, была такая под впечатлением, и хотелось всё это обсудить. Да, ну я думаю, нам обоим будет что сказать, о чём поболтать. И может быть, кто-то вынесет из этого что-то полезное, и появятся какие-то новые мысли касательно разных аспектов путешествий. Да, и, может быть, новые планы на поездки и приключения. Я вообще думаю, да, путешествия касаются всех так или иначе. Кто-то сам очень любит путешествовать, постоянно куда-то ездит, кто-то ездит меньше, кто-то ездит в какие-то свои периоды жизни больше, потом меньше. У кого-то близкие ездят часто, а сам человек не так часто ездит. Поэтому, да, касается нас всех. Да. Ты путешествуешь достаточно часто, ну, по крайней мере, раньше. Почему ты путешествуешь? Что тебя мотивирует ездить? Ну, отчасти, наверное, благодаря моим родителям у меня есть привычка к путешествиям, потому что я путешествовать начала раньше, чем пошла в школу. Первая поездка у нас была с семьёй на Кипр, когда мне было ещё шесть лет, и я ходила маленькой родной на Кипр, поедем на Кипр. Вот, и после этого мы стабильно ездили раз в год куда-нибудь всей семьёй. Бывало даже с бабушкой, с дедушкой вместе тоже. И поэтому, да, у нас в семье всё-таки принято путешествовать, и для меня это такая норма. А потом в студенчестве я поняла, что я горю этим, и мне нравится, и нравится познавать мир, и смотреть на других людей, слушать другие языки. Я путешествовала очень много, и почти все свои стипендии спускала, собственно, на дорогу. Вот, сейчас, конечно, период более спокойный, но я, наверное, путешествую, потому что мне нравится смотреть, как я реагирую в новых ситуациях. Сейчас для меня, наверное, это самое важное. И я заметила, что в путешествиях я очень оживаю. Даже вот последняя наша поездка в Албанию, когда я пересматриваю это видео, я понимаю, что я там такая, ну, включена максимально, максимальное внимание, хочется всё в себя впитывать, смотреть и познавать. Классно, классно. Кипр, самая первая поездка. Когда ты это сейчас сказала, сейчас в Инстаграме часто выставляют в список стран, отмечают, где был, где не был. И я заметила, что Кипр как раз там у многих отсутствует. У тебя это была самая первая поездка. Да, надо тоже поучаствовать в лошмобе. Почему путешествуешь ты? Слушай, раньше, я думаю, это было больше из серии, что просто классно куда-то выехать. Такое событие, когда в детстве ты сам не располагаешь материально. Ты просто ждёшь, что когда-нибудь настанет этот момент, можно куда-то вырваться. Мои первые поездки скорее были к родственникам с родителями. А потом уже какие-то школьные годы, когда мы с классом куда-то пытались выезжать. Для меня это тоже было больше побыть вместе с ребятами, чтобы были какие-то воспоминания, вместе провести классное веселое время. А сейчас, да, сейчас это тоже, наверное, изменилось немножко. Сейчас мне тоже очень нравится следить, как я реагирую в каких-то новых странах, в принципе, познавать мир, что-то новое для себя, узнавать и себя в том числе. Плюс, наверное, потом появляется какая-то мотивация всегда новая, которой раньше не было. Например, я начинаю гореть там какой-то идеей или что-то начинает интересовать почему-то, что раньше не интересовало. Ну и как-то, в принципе, наверное, лучше начинаешь понимать мир, обогащает тебя. Так что вот это вот всё вместе. Да. Я когда вообще думала насчёт нашего подкаста, я думала, почему вообще в принципе люди путешествуют, что может мотивировать людей путешествовать. И я почему-то выделила для себя три разных подаспекта туда, три разные по цели. Давай. Первая цель — это как раз-таки провести время с людьми, с определёнными. Например, хочется тебе побыть вместе с близкими, и неважно, куда ты поедешь, просто вот съездить определённым числом людей куда-то, там, неважно, с партнёром, или с друзьями, или с семьёй, или одному бывает. И ты вот хочешь воплотить это в жизнь. Второе — это было, что ты хочешь именно куда-то поехать, посетить какую-то конкретную локацию, какое-то конкретное место. Вот, например, хочу поехать в Португалию, и всё, потому что именно эта страна сейчас интересна. И это является как первичной такой целью. И третье — это было, наверное, конкретное действие в самом путешествии или конкретная цель самого путешествия. Например, там, забраться на гору или покататься на сноуборде на лыжах. Сёрфинг. Сёрфинг, да, вот эти вот все лагеря. Или пройти какой-то путь, который хочешь пройти и о чём-то подумать. Вот, наверное, я для себя выделила такие разные три цели путешествий, как правило, наверное, что мотивирует людьми. Вот. И да, наверное, конкретное путешествие варьируется в зависимости от этой цели. Ну да, в принципе, я так же подразделяю. Бывает, что и все три вот эти цели путешествий перекликаются и в одном путешествии воплощаются. Вот, но тогда я тоже на своём примере могу вспомнить, что та же Португалия. Я очень хотела попасть в Лиссабон. Я влюбилась в язык. У меня моя мама рассказывала много про Лиссабон. И я такая, Лиссабон, Лиссабон, Лиссабон. И потом просто так совпало, что, да, собралась компания, подругу позвала, что они с папой ехали, хотели ещё кого-то с собой взять. И вот как раз-таки первая моя стипендия ушла на поездку в Лиссабон. Вот. И бывают такие, что, да, действительно, ты с близким человеком давно не виделся, и тебе вообще всё равно. Будь это соседний город или другая страна, ты такой, мы поедем куда угодно, вместе будет всегда хорошо. Да. Просто поехали куда-нибудь, и там уже, ну, либо туда, либо сюда, это уже не так важно. Да, куда хватит денег, и когда даты совпали, туда и едешь. А сейчас, как у тебя, вот в последнее время или последние года, или студенческие, ты больше выбирала по локации, по компании или по целям путешествия? Ну, студенческое время там было очень по-разному. Там было и по компании, и вот что, да, желание с кем-то увидеться бывало по какому-то безумству. Мне кажется, вот поездка в Китай, я бы никогда её не повторила сейчас. А вот в тот период она как-то отлично легла. Я тогда ездила в волонтёрский проект в Китае преподавать английский на месяц. Это для меня самой было как-то неожиданно, как я вообще в это всё вписалась. Вот. Но по итогу в то время оно мне подходило и по моему как-то самоощущению, и по желанию какого-то разнообразия, и попробовать себя в роли учителя тоже. Вот. Но сейчас я бы не поехала в такое. Вот. А сейчас, ну, поездки, да, сейчас более ограничены, потому что у меня маленький ребёнок. Но всё же, да, мы так выбираемся потихоньку. Об этом тоже поговорим. Да, об этом тоже поговорим. Вот. Но, да, было и такое, что... Есть какие-то, да, страны, города, которые очень хочется увидеть. Причины могут быть разные. Бывают хорошие стечения обстоятельств. Например, я учила французский. Не так, чтобы я там горела Францией. Нет. Просто мне показалось, что очень прикольно учить французский, почему бы и нет. А потом получилось, что у моей руководительницы диплома была возможность как бы мне предложить проект во Франции. Вот. И я такая, о, язык есть, ну, можно поехать. Вот. Бывали и такие случаи. То есть она всегда очень по-разному. Ну, не скажу, что какая-то из целей преобладала. Там была мишанина всего. Здорово. Как у тебя сейчас? Ты сейчас, мне кажется, гораздо больше путешествуешь, чем раньше. То есть, может быть, вот конец студенчества, ну, нашего совместного студенчества и вот до нынешнего времени. Мне кажется, да, сейчас больше, чем раньше. Наверное, раньше это всегда было именно связано с людьми. То есть мне хотелось просто куда-то выехать с кем, ну, вот конкретно, там, с одноклассниками или с друзьями, или с парнем, или с родителями куда-то. Вот. И мне не важно, так было куда, потому что я мало где была. То есть я мало чего еще видела. Сейчас я уже где-то побывала, но я тоже не могу сказать, что я прям много где была. Очень много стран Европы, где я не была, не считая уже остального всего мира. Вот. Но сейчас у меня, наверное, да, преобладает все равно с кем и, наверное, цель больше путешествия. То есть именно само конкретное место у меня, да, бывает важно, что хочу либо туда, либо туда, либо туда, но очень редко это лежит прям в основе, что я хочу в какую-то конкретную страну поехать. У меня скорее это разделяется так, что я хотела бы съездить, там, не знаю, что-то поделать, например, в какое-то более природное место, походить в какие-нибудь походы там. И тогда уже открываются разные возможности стран для этого, и тогда я уже начинаю выбирать. То есть это больше будто бы исходит из желания конкретного действия там. Ну, либо хочется, да, просто съездить там с определенным человеком или с кем-то куда-то. Это тоже как бы важно. То есть у меня, да, больше людей и, наверное, цель и действие там, нежели чем сама страна или сам destination. Ну да, если хочешь похайкать в горах, ну, вряд ли поедешь в Эстонию. В этом плане, да, что от цели отталкиваешься. Страны отсеиваются, но всё равно как бы нет такого, что вот едем именно туда и никуда больше. Да. Тут, наверное, нужно интересоваться прям конкретно очень какой-то страной, да, культурой, и вот мечтать именно там побывать, что-то увидеть, очутиться, окунуться. У меня таких случаев, наверное, мало было. Вот у меня был Ливерпуль, когда я была дикой бетломанкой, я мечтала о Ливерпуле, и мне родители подарили поездку на день рождения в мои 16 лет, что ли, в лагерь языковой в Ливерпуле. И там просто первое путешествие, по сути, ну, не то что одно, а вот без родителей, куда-то в лагерь, молодёжью. И второе, да, это был Лиссабон, просто я о нём была так много наслышана и уже тоже в язык успела влюбиться и какую-то еду оттуда попробовала. Вот, там тоже просто невозможно было туда не поехать. А так, скорее, тоже с людьми и с какими-то именно желаниями что-то поделать, будь это походы, паломничество или там, а вот катание на лыжах. Мы с родителями тоже часто ездили на сноуборде на лыжах. А что ты думаешь о разных форматах путешествия? Вот можно путешествовать всегда с партнёром, там, с мужем, либо с семьёй. Кто-то чаще путешествует в большой компании с друзьями, кто-то ездит часто куда-то один. Что ты думаешь, что близко тебе? И да. У меня оно варьировалось в зависимости от моего времени в жизни. То есть в студенчестве, мне кажется, такое время, когда хочется быть в компании друзей. И это начало 20-х, самое насыщенное на время в компании. И тогда было больше и таких каких-то волонтёрских проектов, или даже как мы на велосипедах ездили в поход по Эстонии. А потом, когда старше уже, и находишь партнёра, мужа, там уже скорее такое уединённое гнёздышко вдвоём. Вот. А сейчас, да, сейчас с семьёй. И уже немножко иначе. Может быть, хочется такого же активного времени, как раньше, но сейчас так не получается. И поэтому ты так подстраиваешься под ребёнку, он подстраиваться под тебя, и получается нормально. Что ты думаешь о путешествиях в одиночку? Близко ли тебе это? Ездила ли ты так? Да. Понимаешь ли ты это? Да, это интересно. Я первый раз путешествовала одна на свой 21-й день рождения. Как раз-таки тоже я решила вернуться в Ливерпуль. Но я не всё время была одна. Вот. То есть как бы и на месте знакомилась, и знакомые были там. Вот. Но несколько дней, да, я была одна и вкусила вот это, когда ты весь день гуляешь один, потом сидишь в кафе, пишешь дневничок, читаешь книжки. То есть это, ну, интересный опыт. И до него тоже надо дозреть. Не всем нравится путешествовать в одиночку. Вот. И тогда я поняла, что мне, в принципе, комфортно, но в какие-то моменты уже хотелось и познакомиться с кем-нибудь, и как-то больше общения. Такие весь день сам с собой разговаривать уже. Чуть-чуть поднадоедает. А почему ты тогда поехала одной? А мне почему-то очень захотелось свой день рождения отметить где-то. И, не знаю, просто хотелось побыть одной. Может, как-то и социальной жизни было много. Это было универское время. Думаю, так, постоянно какое-то общение и на занятиях, и после. Поэтому хотелось вырваться. И вот там, скорее, был пунктик, что я хочу свой день рождения встретить где-то. Поэтому хотелось, да, взять всё, бросить и уехать на несколько дней и вернуться свеженькой, бодренькой. Независимо от других людей, да? Да. Ты тоже, я помню, несколько лет назад, да, первый раз вроде в соло-трип какой-то поехала? Нет, на самом деле это было год назад. Год? Даже чуть меньше. Не так много еще, я не пришла. Да, я поехала, но буквально это, получается, было на выходные. Я ездила в Брюссель. Мне просто хотелось попробовать этот формат. То есть я всегда, ну, до этого путешествовала с кем-то. Бывало, я оказывалась одна в аэропорту где-то, когда я летела, например, кому-то. Чтобы вот прям приехать куда-то, провести там время одной и улететь, такого у меня никогда не было. Вот. И что-то мне тогда прям приспичило поехать одной. Причем это не было так, что у меня было в тот момент нехватки путешествий не было. У меня уже было запланировано путешествие там буквально через месяц после того, как я полетела в итоге в Брюссель. Но мне почему-то хотелось именно в тот момент жизни куда-то съездить одной и именно тогда попробовать. Я именно представляла, что это должно случиться весной. То есть уже на лето это нельзя было откладывать. Вот. И я хотела куда-то недалеко, хотела именно в какой-то европейский город, чтобы я там чувствовала себя достаточно сейв, уверена. И хотела, чтобы я там никого не знала. Потому что когда я начинала думать, о, куда можно было бы съездить одной, там в Лондон, ну там сестра живет, по-любому все равно. Вы захотите встретиться или там еще, может быть, кто-то даже, с кем не так часто общаешься, где-то находится и все равно. Да. И вот в Брюсселе точно я никого не знала. Я там не была. Да, хотелось куда-то, где я не была. И хотелось вот буквально там на несколько дней, чтобы попробовать вообще, как это ощущается. Вот. И тогда я как бы решила поехать туда. Ну и твой вердикт как тебе подходит? Слушай, на самом деле мне понравилось. Я будто по-другому взглянула на какие-то вещи. То есть мне хотелось как раз попробовать, как это, когда ты полностью предоставлен сам себе. То есть, да, когда ты едешь куда-то с кем-то, вы, может быть, будете похожи по вашим желаниям в путешествии, по вашей цели путешествия, даже там по графику, режиму и всему такому. Но все равно с какими-то маленькими вещами ты считаешься, когда путешествуешь с кем-то. Ну это нормально. А тут мне хотелось вот буквально, чтобы я встала в тот момент, когда я хочу, выспалась, чтобы я собиралась в таком темпе, как я хочу, чтобы ни с кем не считаться. Шла бы всегда туда, в том направлении, куда мне хотелось бы. Я это все прочувствовала. Это прикольное ощущение. Но, наверное, что я больше всего вынесла для себя из этой поездки, что я ощутила и какую ценность для себя я осознала, это то, что мне очень хочется делиться с кем-то воспоминаниями. То, что вот я вошла на эту Брюссельскую площадь главную, и я вижу эту картинку. Я понимаю, что, возможно, многие мои друзья, знакомые, близкие люди тоже видели эту картинку. И я смогу с ними это обсудить и поделиться этим. Но никто не видит в этот же момент точно так же, как вижу я. И поэтому, да, я словила себя на мысли, что хоть я была и одна эти два-три дня, я все равно часто с кем-то болтала. То есть это не было такое полное отключение от реальности, что я полностью всегда в своих мыслях и так далее. Я все равно как бы делилась своими впечатлениями с кем-то регулярно. Поэтому, да, был такой соло-трип. И, наверное, из этого соло-трипа я вынесла, что для меня ценно с кем-то делить воспоминания. Но в то же время классно иногда так отключиться от окружающего мира, побыть где-то одной, особенно если там, может быть, есть о чем-то подумать. Вот, так что да. Но мне кажется, тут еще сам Брюссель как город подталкивает к тому, что вокруг люди, и тебе тоже хочется делиться впечатлениями. Что, может быть, если это какое-то природное приключение, там меньше такого желания кому-то позвонить, сфотографировать или рассказать. Ну, то есть тоже, конечно, хочется переживать это с кем-то, возможно. Но, может, при отсутствии людей рядом оно переживается иначе. То есть почему-то подумала, что если ты по лесу гуляешь, ну, не факт, что тебе захочется, что смотри-смотри. Да, возможно, это правда, потому что в природе ты как-то больше отключаешься. Все-таки Брюссель, он такой достаточно шумный, людный город, там очень много туристов. В тот момент точно так было. Ну да, или как-то откладывать вот эти переживания совместные, что может записывать. Мне просто вспоминается книга Генри Торо «Волден или жизнь в лесу», где он поселился в хижине на сколько, на три года, что ли. Вот, и вообще-то подумал, что... Ну, у него там были собеседники, иногда приходили к нему люди, но в основном он сидел все-таки один, делал какие-то настоящие дела. Там, знаешь, надо все-таки печь растопить, там, огород посадить. Вот, и ты в такой рутине настоящей, живой, где нет вот этого отвлечения на людей, ну, в социальной сети. Ну, тогда их, конечно, и не было вообще. Вот, но, мне кажется, иной формат переживания, что ты обдумал, тебе пришли какие-то мысли, ты их докрутил, записал, и потом это рождается в книгу, и другие люди читают, там, спустя сотни лет, такие, да. Ну вот опять же, я тоже думала о том, что на самом деле многие вот травл-блогеры и так далее, они тоже путешествуют в одиночку, но они же тоже в итоге этим делятся с окружающим миром. То есть они это записывают, показывают, то есть всё равно как будто у человека присутствует такой аспект, что важно как бы поделиться тем, что ты сам испытываешь. Ну да, да, может быть, там, ты вживую не получаешь сразу отклик, но тебе настолько распирает от всего, что надо проговаривать, сказать, о, смотри, какая башня. Ну да, вот такие вот соло-трипы. Кому-то, наверное, больше подходит, кому-то меньше. Кто-то вообще не понимает этого. Я помню, я когда тогда что-то постила, я прям хотела вот именно попробовать сама, мне было это интересно, и то, что у меня не было с кем куда-то поехать. И я помню, такие разные комментарии приходили на мои сторис, да. Кто-то такой, ой, у тебя что-то случилось? Почему ты там одна? Я такой, нет, так было запланировано. И кому-то чувствовала, что в это не верится особо. Ну, проецируют свои, да. Кому-то страшно оказаться одному в поездке. Все меня бросили. Ну да, наверное. Ты сейчас мама и путешествовала недавно с ребёнком. У тебя появились какие-то новые впечатления от путешествий? Каково это было? Да. Ну вот мы два раза пока выезжали вместе с Робертом. Первый раз мы выезжали с сыном и с мужем в Египет. Ему ещё года не было, маленькому. А последний раз мы ездили в сентябре в Албанию. Но мы ездили в Пятером с моими родителями ещё. И когда это в Пятером, это даже похоже на отпуск. Кто-то может помочь. Да, то есть мы всё равно не оставляли Роберта чисто с родителями, сами никуда не уходили. Но было хорошо, что кто-то на подхвате. И мне была огромная поддержка, что я могу не бдить просто 24 на 7. Потому что это очень выматывает, когда ты единственный человек, у которого постоянно включено внимание, тебе надо следить, чтобы маленький человек не убился, никуда не убежал и не съел там кого-нибудь таракана. Вот, поэтому, да, мне помогало именно, видимо, как-то эмоционально то, что кто-то ещё следит и не обязательно всегда бдить. То есть во вторую поездку ты отдохнула, в первую нет? Нет, в первую я была такая спокойная. В том плане, что единственный раз в жизни я сознательно решила, что мы поедем в Египет, просто в отель всё включено, потому что тогда я была уставшая такая. Ну и уже тогда там какой-то третий день я поняла, что можно было бы что-то активнее придумать, потому что уже начинала, наверное, как-то приедаться. Всё-таки я больше за такие разнообразные интересные поездки. А Албания в том плане была, да, может, более сдержанная. Мне хотелось бы и там в горы сходить, но тогда было плюс 35 жары и маленький ребёнок, и у нас всё-таки был более спокойный формат, когда мы и на машине катались куда-то, и ходили купаться, кушать, гулять. Вот, но не было такого экстрима. То, что сама температура плюс 35 уже была достаточно экстремальна для нас всех. У меня муж вообще такой, что-то тут жарко. Я такая, ну мы вместе выбирали, куда ехать. Я как-то ещё ничего, ему прям тяжело там было. Вот, ну да, в этой поездке я вынесла, что такой формат, когда молодые родители, ребёнок и бабушка-дедушка очень хорошо, всё-таки приятно было. Ну и тоже мне было приятно, что я и с мужем, и с родителями, потому что мы с родителями так много путешествовали, мы как-то вместе в поездках, у нас как-то включается вот это вот такое «Эй, мы снова в поездке», и как-то так всё очень живо. У нас примерно, ну, одинаковые ожидания, одинаковые привычки в поездках, и поэтому очень легко как-то мы говорим на одном языке. Вот, и поэтому было прикольно, что мы уже какое-то время вместе не путешествовали, и было интересно посмотреть, как это будет, когда мы все впятером. То есть твой вердикт, что с маленьким ребёнком можно и нужно путешествовать? Да, то есть сейчас я уже осмелела, я бы, ну, может, ну, одна вряд ли, но вот с подругой какой-нибудь, если там не с мужем, то спокойно бы куда-нибудь вылезла. То есть это всё равно сложно, всё равно случаются какие-то непредвиденные вещи, всё равно надо решать, но как бы тебе и дома надо решать всё, что случается, и там надо решать, а там хоть как-то всё новое, всё интересное. Я просто очень оживаю в поездках, и там даже если что-то происходило, я такая, ну, сейчас всё порешаю, всё будет классно, вот. Поэтому, да. Не, мой вердикт, конечно, обязательно надо. Так что сын тоже будет с самого детства, уже привыкшим к путешествиям. Я надеюсь. На самом деле он уже сейчас очень хороший компаньон, и в поездке он подстраивался, то есть у него гораздо меньше было дневного сна, и я не знаю, как он это всё дело вывозил, где-то на часе сна в день, ну, ему тогда было полтора года, ну, как-то не так это много для такого малыша. Вот, зато потом после приезда мы очень долго приходили в себя, ну, почти неделю мы отсыпались с ним, то есть дрыхли прям как не в себя. Вот, и с одной стороны классно ты ездишь, но с другой стороны потом домой приезжаешь, это вот, и это груз мамы и ребёнка, что им надо приходить в себя гораздо дольше. То есть там в процессе всё весело и классно, а потом домой приходишь, такой, ну, сейчас мы будем разгребать всё вот это вот весело и классно. А вот такой прям очень активный отдых с маленьким ребёнком, это вообще реально? То есть имеется в виду куда-то пойти, и ходить постоянно, регулярно? Или больше вот всё-таки приехать в какую-то локацию и там находиться? Ну, думаю, зависит от родителей, насколько они готовы, потому что я бы и рискнула пойти, опять же, на тот же камин. Вот, я почитала даже форум, посмотрела, что люди ходят с тоддлерами, и вполне... Но тут вопрос, ну, как бы, конечно, это не будет по 30 километров в день, кто-то и так делает, но нет. Вот, но тут вопрос в том, как ребёнка таскать, и в рюкзаке всё-таки уже тяжело, мой малыш уже 13,5 килограмм, я его все эти два года таскаю, и так у меня... Легко. Да. Хожу к степотам каждый месяц на всякий случай. Вот, и поэтому тут надо просто, как бы, придумать, как перемещаться, потому что он своими маленькими ножками любит, конечно, бегать, но не такие расстояния. Вот, то есть всё равно ты будешь подстраиваться, что малышу надо как-то помочь. Но, не знаю, мне кажется, если семья активная, то ребёнок подключается всё-таки. Он пришёл в эту семью, а не он там главный. Вот. Просто я вспоминаю все эти семьи в Норвегии, где там малыши, я не знаю, они, наверное, только-только ходить научились, кто-то ещё не научился, а они там с родителями по горам уже только так чопают. Ну и нормально. Вот, что подтянутся. Дети же всё-таки хотят походить на взрослых, и что родители делают, то и для них и становится нормой. Ну, в общем, главное было бы желание родителей. Ну и силы, да. Всё-таки это как-то, ну, должна быть моральная такая, моральный стержень внутрительный. Ну вот, как бы, когда эмоционально всё хорошо и спокойно, тогда можно в такие приключения вляпываться. А давай тогда поговорим о доступности путешествий. Вот часто я слышу такую фразу, что я не могу сейчас поехать никуда, на это нужно много денег. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что путешествовать можно всегда, потому что для меня путешествие — это не именно сам факт, не знаю, покидания своей страны. Это скорее такой включённости и желание проживать и активно впечатляться, может. Потому что путешествие может быть и то, что ты с утра встал и пошёл пешком из дома куда-нибудь до пирита, погулял по лесу, съел потом где-нибудь хот-дог, пришёл домой упарившись и уставший, и у тебя будет вот этот день запомнится тебе. Как путешествие. Да, да. Вот, потому что у нас летом, например, был такой день, когда, наверное, это был август, когда был супер жаркий ветреный день. Мы пошли с моей... Это был понедельник, потому что все были на работе. Я такая, о, лето пришло. Мы пошли с моей тётей, двоюродным братом и моим сыном на речку. И вот это был как раз такой день, как в поездках, когда ты там накупался, вкусно покушал, домой пришёл, ноги до мозолей почти стёр, весь потный, жаркий, упарился просто до жути. И ты приходишь домой, кидаешь сумки на пол такой, да, как в отпуск съездил. Вот, и казалось бы, ну чего там на речку сходить. Вот, и это просто скорее выбрать и включиться, что вот, сегодня я путешествую. То есть это не обязательно должно... Надо покидать свой город для этого. Я, кстати, об этом настолько не думала. Я, да, тоже считаю, что не обязательно даже выезжать из страны, чтобы путешествовать. Но для меня всё-таки путешествие — это куда-то, наверное, выезд хотя бы из города. То есть если, да, сходить куда-то там к речке, для меня это такой будет активный, насыщенный день, но я почему-то это не воспринимаю, как именно путешествие. Когда два года в декрете посидишь, тогда воспримешь. Ну ладно, я буду знать. Да не-не, это просто, ну, конечно. Ну тоже сам факт, что ты в дороге и куда-то едешь, это тоже такая настройка. Там сидишь, например, в автобусе, смотришь в окошко и такой, да, сейчас будет приключение. Сейчас куда-то едем. Да. Но я тоже так думаю, что важно, как ты воспринимаешься, на что настраиваешься. И можно даже с небольшой суммой на самом деле куда-то отправляться. Главное было бы желание. Ну и всё-таки экономить и бюджетно путешествовать тоже реально. Сейчас, конечно, всё выросло по ценам. Но в плане, например, даже тот же Камино, что основной вклад денег был на билеты, чтобы добраться до самого пути. А на пути тогда было недорого, что там ночлег мог быть за 5 евро. И такой ужин, когда ты просто ешь так, что уже из ушей всё вылазит, там максимум 10 евро. И если ты ещё решил сам готовить, то там весьма бюджетно можно жить неделями, что люди, собственно, и делают. Идут себе свои сотни километров и готовят себе пасту вечерами. Ну да. Если ты, конечно, там хочешь жить на Монмартре и сорить деньгами, и пить шампанское на завтрак. Ну да, это, наверное, зависит очень от ценностей и что ты ждёшь в путешествии. Потому что для кого-то, наверное, поехать куда-то всё должно быть прям идеально, хорошо, дорого. И тогда, конечно, это сложно сделать. Сложно сделать бюджетно. Не, ну как бы кому как нравится так. И все форматы хороши. Да, да. Но если хочется именно самого путешествия, как смены обстановки и каких-то новых впечатлений, то не обязательно должны быть белые просто не в гостинице и шампанское на балконе, поэтому... Да. А что ты думаешь о том, если, например, твой партнёр не настолько любит путешествовать, как ты, либо не любит вообще, нет у него такого желания? Что с этим делать? Вот да, я про это думала, потому что у нас, например... Ну у нас не то, что разногласия в этом плане, просто у моего мужа нет в привычке путешествовать, потому что они особо с семьёй никуда не ездили. И у него вот первые поездки скорее в последние лет пять случились. Вот, поэтому у него самого как бы вот такого запала может быть поменьше. И я раньше думала, что, ну нет, с партнёром только с партнёром как бы как так, вы там женились, вы что? Нельзя, это что за любовь такая, если вы не путешествуете вместе? А в последнее время я думаю, что не так-то и это ненормально. В плане интересы могут быть разные. Ну вот нравится твоему мужу, не знаю, там на рыбалку ходить, а ты терпеть не можешь, спать в палатке. Ну что теперь, страдать по очереди что-нибудь? Женщина будет таскать его по дорогим отелям, а вот его заставлять попасть в палатке. Ну то есть, как бы, идти на уступки, да, иногда это здорово, но, может быть, лучше было бы разъехаться в разные места и по-настоящему кайфануть, чем страдать в угоду любимому человеку. Ты что про это думаешь? Я, наверное, тоже думаю примерно так же, но зависит от цели. Если для кого-то прям очень важно путешествовать именно с партнёром, то есть, опять же, если твоя цель провести время в путешествии с партнёром, естественно, ты её не выполнишь, поехал с кем-то другим. Логично. Да, да, да. Но если, допустим, ты хочешь просто куда-то съездить, а по какой-то причине твой партнёр не хочет туда, например, в данный момент или в целом, то, да, можно просто, например, найти подругу или кого-то, с кем ты поедешь, и кто тоже хочет туда съездить, кому близок такой формат путешествия. То есть, наверное, примерно так как-то я к этому отношусь. Ну, я тоже, я стала спокойнее к этому относиться, пока мы ещё не пробовали так по отдельности путешествовать. Вот, но мне кажется, вполне нормально, что, особенно если путешествия с целью, ну, там, не знаю, та же компания мужчин едет на рыбалку куда-то в другую страну, ну, здорово, пожалуйста. А там женщине может, не знаю, ну, не йога, ретрит, конечно, что-нибудь вот, что-то, во что муж... А почему бы и нет? Не, ну, я к тому, что что-то, во что муж точно не впишется. Вот, зачем заставлять человека страдать, что можно просто самой съездить, отдохнуть, и здорово, если как бы оба партнёра согласились. И вообще тут слышала мудрый совет, что отпуск отдельно — это прекрасное решение для освежения отношений и вообще. Да. Так что, почему бы и нет? Ну, или опять же, собрались в какой-то девчачьей компании, например, захотелось просто вот так съездить куда-то ненадолго. Тоже, по-моему, замечательно. Да, я тоже. Тот же девичник, например, какой-нибудь. Да, так что все форматы бывают хорошие. Какое твоё такое, может быть, самое запоминающееся путешествие? Помнишь ли какое-нибудь такое, которое почему-то по-особенному запомнилось? Ну, Камина у меня, пожалуй, в самом фаворите, потому что это был путь, пройденный вместе с близкой подругой, и как-то очень был он освежающий и, знаю, запомнился. Ну, и это такой тоже один из последних таких... Одно из последних путешествий до ковида. Может, поэтому оно тоже сильно отметилось. Вот. А так, конечно, запомнились экзотические страны. Китай я вспоминаю меньше, а вот Индия тоже запала душу. То есть, не знаю, вернулась бы я туда ещё, но определённо само вот это вот приключение, причём там несколько недель было, оно такое запомнилось, как очень красочный, красивый сон. Классно. А у тебя какие самые? Я когда сегодня почему-то об этом подумала, я прям так одно выделить не смогла, но почему-то я опять же связала, наверное, с чем-то новым для меня. То есть, это даже, наверное, не странно, где мне больше всего понравилось по итогу. Там культура, например, или архитектура, или в принципе что-то. А, наверное, больше всего всё-таки запоминающиеся какие-то такие первые разы. Например, когда я вообще первый раз куда-то полетела в таком более осознанном возрасте на самолёте. И вот с классом мы полетели в эту поездку. Это, наверное, почему-то Таиланд мне очень запомнился. Наверное, потому что, опять же, это была такая первая поездка в Азию куда-то, где я не была до этого вообще и после. То есть, очень как-то отличалась от того, где я была раньше. Ну да, и вспомнила сразу, опять же, соло-трип, потому что это что-то было очень кардинально новое для меня. Ну и вспомнила, когда я ездила к Насте в Берлин, потому что это тоже было что-то кардинально новое, что я так никогда ни с кем не знакомилась. Наверное, вот какие-то такие моменты, аспекты важные. У меня тоже, у меня вот первый Ливерпуль тоже очень запомнился, потому что это было такое первое ощущение самостоятельности. То есть, мы всё равно летели, конечно, группкой, там были другие подростки. Ну то, что ты в другой стране просыпаешься такой, без родителей там. Вау! Но для меня ещё это было, наверное, с точки зрения языка. Я тогда очень переживала, что я плохо говорю на английском, потому что все остальные ребята, они занимались языковой школой, а я так только в школе чуть-чуть. И вроде как бы английский с детства там по мультикам по всему знаешь, но не уверен. А приехала и поняла, что я спокойно говорю, так ещё этот кокнинг лишь понимала, и такая, ху, ничего себе. И вот для меня это был такой прям какой-то прорыв именно в плане языка, что ты говоришь с местными, тебя понимают. И ты такой, вау, чтобы новые двери открылись. Ну и Битлз, конечно, да, тогда ничего другого. Главное случилось. Ну и вовремя, то есть было бы это позже, это не было бы так, там 16 лет прям. А сейчас, что ты думаешь, вот если бы тебе сказали, ты можешь сейчас полететь куда хочешь, что бы ты выбрала и почему? Прямо сразу, ну тут, да, у меня сразу начинается эта переоценка, лечу я туда одна, или я лечу с сыном, или как. Выбираешь формат. Да, то есть выбираешь формат, выбираешь, как бы надо под кого-то подстраиваться или нет. Вот, но на самом деле я очень хочу вернуться на камин, у меня прям не хватает вот этих всяких походных приключений. И в Норвегию я тоже всегда готова вернуться. Поездки в Норвегию тоже, кстати, тоже такие в фаворитах. Когда это природа, на ногах ботинки, за спиной рюкзак, мне кажется, всегда для меня это топ. Вот, сейчас так даже не знаю. На самом деле я по Партугали тоже соскучилась, про него часто вспоминала в последнее время. Я не была ни там, ни там, и ни сям. И это, кстати, наверное, одни из таких топ-дестинейшнов, куда бы я сейчас хотела съездить. Да? Да. У меня тоже почему-то сейчас именно какие-то вот походные, наверное, походные желания больше вот куда-нибудь пойти, в какие-нибудь горные путешествия поехать. Да, я как-то по городам не особо скучаю, хочется, скорее, движения и таких природных впечатлений, да. А что ты думаешь, есть вообще, существуют ли люди, которые не любят путешествовать? Или они просто не нашли какой-то для себя нужный формат, нужную компанию? Или куда-то съездили, им не понравилось, так для себя решили? Либо же вообще не были особо нигде, и почему-то так думают? Я думаю, да, есть несколько групп людей. Первые, которые особо не путешествовали. Когда ты не путешествовал, ты особо и не знаешь, чего теряешь, поэтому и не хочется. Вот. И есть действительно, ну не то что домоседы, а которым и так хорошо. Мне кажется, в какой-то степени путешествия так, именно массово переоценены. В том плане, что это, конечно, здорово и классно, но можно жить счастливой жизнью без них. И если тебя вполне устраивает каждый твой день, когда ты просыпаешься, с удовольствием идёшь на работу, занимаешься своими хобби, и тебе хорошо дома, тебе уютно и классно, то, ну, может, и не хотеться никуда. Вот. Я в последнее время, да, это понимала. То есть у меня всё равно есть и привычка, и желание. Я знаю, что мне в путешествиях хорошо, и я живу. Вот. Но кому-то абсолютно не надо. И вполне себе спокойная, каждодневная рутина подходит. Потому что я тоже вспоминаю рассказы знакомых, которые спрашивают, типа, о, вот, у тебя отпуск, что, ты куда-то поедешь? А я говорю, да, я не люблю путешествовать, я дома буду, мне хорошо дома. Почему я куда-то должен? Да, почему я должен? Почему вот если отпуск, то обязательно я должен куда-то уехать. Ну да, у многих, кстати, так и есть, что если отпуск, то сразу надо куда-то ехать. Да, ну, как будто, знаешь, как будто других вариантов быть не может. То есть то ли это настолько популярно, либо даже не рассматриваешь, что, ну вот, отпуск надо, куда поедем, надо. Может, и не надо. Может, и не надо, да. Да, поэтому как-то. Ну да, я тоже как-то замечала, наверное, как ты говоришь, разные категории людей, так сказать. Мне кажется, просто у кого-то был не очень хороший опыт, например, съездили не в подходящий формат путешествий для себя, или там в детстве такой формат привит, и поэтому нет желания куда-то особо ездить. Вот, поэтому, наверное, какие-то неоткрытые для себя форматы, либо компания людей была неподходящая, например, что с какими-то другими интересами. Тут, мне кажется, просто нужно стараться открывать, пробовать. Так же, наверное, как и с людьми, которые мало куда-то ездили, просто они ещё не знают, что есть что-то, что им может понравиться на самом деле. Но у кого-то, да, наверное, просто не настолько сильна эта потребность, как у других, например. Ну, может быть, ещё сложнее адаптироваться. Не у всех одинаковый порог адаптации, что ты приезжаешь, тебе всё непривычно, всё раздражает, как первая ночь в палатке, наверное, всё неудобно, спина валится, догонишься, что я сюда привёрся, а потом вроде ничего. Либо какие-то барьеры, может, у кого-то какие-то языковые или страхи там лететь куда-то. Ну да, когда ты не знаешь английского, например, лететь куда-то в Европе, такой ходишь там. Ещё одному в соло-триф. Да, в соло-триф. Это вообще мечта просто. Есть ли у тебя, может быть, какие-то такие вещи, которые ты делаешь только в поездках? Например, вот летишь куда-то, и только тогда начинаешь изучать вот язык, например, который принадлежит этой стране, который используется в этой стране, или что-нибудь такое, что открывается в тебе именно в путешествия? Ну, про язык, да, это интересный момент. Я всегда, если еду куда-то, я стараюсь выучить что-то на этом языке, вообще понять, какая это языковая семья, как она работает. Ну, мне просто нравятся языки, поэтому для меня это на сувенир. Да, я всегда привожу с собой маленький родной. Левому не корми. Да-да, там какие-то интересные фразы, словечки, всё вот это вот. Но я обычно всё-таки к поездкам готовлюсь, там и про историю читаю, и про язык, поэтому, да, вот, ну, я не стала бы, наверное, учить албанский, если бы мы не собирались в Албанию. А ты учила? Ну, я не то, чтобы прям курс взяла, но я всё-таки там посмотрела произношение, как он вообще звучит, выучила какие-то слова, разослала в семейный чат, как там, что будет. Вот, поэтому, ну, и там... Ну, это сразу другой уровень и другое отношение местных к тебе. Ты идёшь на рынок, покупаешь там какие-нибудь мандарины, и потом говоришь фалимендерит, и они все такие, о-о-о-о, там одна бабушка меня аж приобняла от радости, что я что-то сказала на её языке. Вот, и это приятно, то есть сразу люди видят, что у приезжего какой-то интерес к культуре, к ним, да, и это сразу другой отклик. И вот это приятно, поэтому хочется всё-таки ехать не совсем так хэллоу, что-то знать и как-то уметь взаимодействовать. Ну, с некоторыми странами, конечно, сложнее. В Китае, пока мы в школе преподавали, я научилась заказывать себе рис, помидоры и ещё там что-то, курицу, но это было очень тяжело, и всё-таки совсем-совсем другой язык. Непонятные иероглифы, произвешения, все вот эти вот... Да, мне кажется, пойдёт времечко. Да, но там те тётеньки, которые работали в столовой, очень старались и хвалили меня каждый день, такие да-да-да. Прогрессируешь, девчонка. Да, ну вот, наверное, языки всё-таки... Да, не каждый язык ты просто так вечерком сидишь и что? Албанский. Начну учить албанский. А есть такие люди, кстати. Не, ну у меня такое тоже бывает. Ну вот албанский я вообще как-то, ну, про Албанию мало слышала до этого. Пока не оказалась. Да, да, вот. А у тебя что из того, что ты делаешь только в поездках? У меня тоже, наверное, языки в какой-то степени. Я всегда мотивируюсь. Даже если это какой-то язык, который я когда-то учила и по какой-то причине, ну, я решила, он мне нужен, не буду его учить, посвящаю своё время, внимание другому. И вот, допустим, я съезжу в какую-нибудь Германию. Такая немецкий. А, да, при немецком помню. Немецкий опять дуолинга. Вот всё начинается. Пока в поездке там читать вот эти вот рекламы, объявления. Всё, включается сразу. Это, наверное... Потом это, на самом деле, опять же уходит, когда я приезжаю. Какое-то время это ещё со мной желание изучить язык. Но если у меня вот это не остаётся на долгое время, до поездки этого не было, это опять пропадает. Вот. И ещё у меня, наверное, есть такой момент с искусством. Потому что по жизни ежедневно я не могу сказать, что я большой любитель или интересуюсь искусством. Но почему-то, когда я еду, особенно в какие-то европейские города, я обязательно схожу в какой-нибудь музей. Кстати, да, да, у меня тоже это есть. Ну, потому что в Эстонии, ну, будем честными, не такое большое разнообразие. Вот. Когда ты куда-то приезжаешь. Меня тоже очень тянет в картинные галереи. Я прям иногда тоскую. Вот, ты напомнила. Да, но, наверное, в Эстонии всё равно, если бы у меня было бы как-то больше интереса, я бы находила или смотрела чаще какие-то такие мероприятия с этим связанные. А у меня, наверное, тут такого не возникает почему-то. Но когда я куда-то еду, я по какой-то причине воспринимаю это очень тесно с культурой. И у меня очень большое желание всегда, когда я где-то оказываюсь, изучить культуру, язык, еду, не знаю, какие-нибудь традиции. И поэтому я почему-то очень хочу сходить в какую-нибудь галерею и посмотреть, что там есть. И мне прям интересно, от кого этого уже художника, знаю этого. Ну, запоминается лучше о том, что ты там такая включённая под впечатлением, да. У меня с едой такое ещё есть. Ну, я вообще люблю еду. Да, я тоже. И мне нравится готовить. Ну, и в плане, что я там прям еду, я заранее смотрю какие-то национальные блюда. Я там, ну, стараюсь попробовать, тоже там выписывала себе на албанском названии, что надо узнать и поесть. Вот. И потом у меня ещё какое-то время сохраняется желание попробовать это дома повторить. Очень редко, конечно, даётся. Но просто что там тоже привозишь какие-нибудь специи, какую-нибудь именно типичную местную еду, которой нигде больше нету. Вот. И да, какие-то рецепты тоже. Такое. В поездках оно оживает. Ну, вот и с историей то же самое. Я вот не могу представить, чтобы я такая, сидя дома такая, изучим-ка историю той же Албании, например. А вот если бы я куда-то поехала, я бы тоже сходила бы что-нибудь вот связанное с историей, посмотрела. Как-то сразу по-другому интересно становится. Ну да, когда ты уже там, и можно выйти потом из этого музея, оглянуться по сторонам, посмотреть, как всё поменялось. Давай про что-нибудь такое больше бытовое ещё. Может быть, есть какие-то вещи, которые ты всегда с собой берёшь куда-то, когда едешь? То есть без чего ты не поедешь куда-нибудь в другую страну? Да, для меня вот тоже, наверное, за последние пять лет лайфхак — брать с собой большую шаль. Ну, прям такую большую-большую шаль. У меня есть одна шёлковая шаль с Индией как раз. И это вообще на все случаи жизни. Если тебе надо куда-то зайти, где только в юбке, например, в храм какой-нибудь, ты делаешь из-за твоей юбки. Ну, если тебе надо поспать, ты накрываешься одеялом. Шёлк ещё прикольнее тем, что он и охлаждает, и согревает, когда надо. Вот. Я, ну вот, с этим платком очень долго путешествую. Он у меня был и одеялом, и подушкой, и чтоб не мёрзнуть, и чтоб как-то от солнца спрятаться. И вот для меня такое всегда универсальное. Ещё он пакуется тоже в такой очень маленький пакетик. Его можно реально всюду с собой взять. Ну, конечно, какой-нибудь блокнот и ручка тоже. Я без них никогда никуда не могу. Вот. Книги обычно очень хочется, но там смотришь, есть ли дополнительный вес, нужен он тебе или нет. Вот. Скорее, блокнот важнее, чем что-то почитать. Почитать всегда можно по пути найти где-то. Ты часто записываешь что-то, когда едешь куда-то? Да, да. То есть какие-то и заметки в дороге, и, опять же, что-то интересное узнаёшь из истории, какие-то слова, что-то записываешь, наверное, всегда. Ну, то есть как-то в телефоне это не так романтично. А так открыл, и тоже, если с кем-то познакомился, можно, чтобы там человек что-то написал, и такой смотришь, о, почерк знакомого. Ну, вот как-то, да. Надо, чтобы была какая-то бумага и ручка. Остальное можно купить всё, в принципе, да? Да. Вот, у тебя. У меня, я, на самом деле, всегда беру с собой книгу. Даже если я её мало очень читаю в самолёте, да, а потом как бы как зависит. Всегда беру с собой книгу, тоже беру блокнот, но часто я, на самом деле, не пользуюсь, не записываю. Я порой записываю что-то, когда уже приезжаю. Но да, обычно я их всегда ложу с собой. Зарядки. Я вообще поняла для себя, что, в принципе, мне не страшно быть нигде, если у меня есть две вещи. Это зарядка и телефон. Потому что даже если телефон сядет, у тебя есть зарядка, я найду, куда сесть, заряжу его, и всё будет окей. Остальное, в принципе, да, наверное, не так важно. Остальное. То есть, наверное, вот эта вот связь и возможность, если ты где-то потеряешься, либо что-то случится, такое основное. Ну и книга, и ручка. Это уже как по традиции. Ну это да. Я беруши ещё таскаю с собой, потому что когда на том же камино спали в комнате, где куча храпящих мужиков, там прям такой хор, опять голосов. Беруши я тоже беру. Мне они не нравятся, когда они у меня в ушах, но я их беру, на всякий случай. А ещё вот в последнюю поездку компрессионные чулки я попробовала, и совершенно другой эффект. Я теперь буду в них летать, потому что потом... В самолёте сидишь. Да. Ну вообще там надо, на самом деле, надеть их с утра, как только проснулся в день перелёта. И тогда реально легче. То, что там всё-таки как-то ещё отекает, и неприятно. Я поняла разницу. Мне казалось, да чё там? Чё там лететь-то? Какая разница? А нет. Всё-таки эффект есть и большой. Гораздо свежее, легче себя чувствуешь потом. Не, беруши у меня точно нет. Я из тех людей, которые могут такие... Всё, где надо, там и поспят. Да, я чулки тоже не пробовала. У меня ещё еда какая-нибудь обязательно с собой, потому что если я голодная, я плохо решаю проблемы. Не, я следую обычно такая, ну, разберёмся как-нибудь по ходу. У меня какие-нибудь там орешки обычно, какой-нибудь мешочек с орешками или что-то такое есть. Какой-то быстрый снэк, чтобы не помереть на дороге. Ну и бутылку пустую, да. Ну это как бы такое. Наверное, все знают этот лайфхак, потому что в аэропортах есть фонтанчики. Да, да. Я всё ещё из тех, что обычно, кто почему-то покупает эту воду до контроля, и такое, точно, надо выкидывать. Да. Вот для тебя лайфхак. Ты обычно много готовишься к путешествиям? Прямо заранее изучаешь всё или больше на месте уже что-то смотришь? Ну, бывает по-разному. Бывает такое более спонтанное, а бывает... Начинаю готовиться, потому что мне нравится растягивать удовольствие. Ты пока готовишь, ну, про ту же Албанию я там и читала, и узнавала, и ты как-то накапливаешь уже какое-то такое желание познавать страну до поездки, и вот именно что, этот процесс такой ожидания, и кажется, тогда приятней ехать. Вот. Ну да, я и отели, когда выбираю, там и отзывы все перелопатить. Да, я обычно, да, готовлюсь. Особенно, когда с ребёнком, тогда, ну, больше моментов надо учитывать. Когда я одна путешествую, я так, ну, где-то посплю. Ну, просто бывают разные форматы поездок. Да-да-да. Что бывает, что ты едешь, ты не знаешь, где ты будешь сегодня ночевать, и ты каждое утро такой. Ну, надо сегодня найти еду, пройти столько-то километров и найти, где спать. А бывает, что такое, сегодня здесь, завтра там вот у нас вылет столько-столько. Вот, поэтому просто, да, от формата зависит. Но обычно я люблю готовиться, да. У меня не было, кстати, такого, что я не знала, где буду прямо ещё ночевать. Это всегда обычно было. Ну, обычно, когда какие-то походные, там, в Норвегии, в Испании, да. Да. Ну, где-то найдём наш лек. Или на букинге сидишь, такой дын-дын-дын. Да. Я, кстати, согласна с тем, что когда заранее узнаёшь, ты как бы заранее уже находишься будто в этом путешествии. Да. У меня точно так же. И обычно тебе интереснее ещё в процессе потом становится, потому что ты уже много чего знаешь, больше всего понимаешь, как ты настроен. Уже как-то оно стало личным, уже знакомым. Да. Поэтому, да, я тоже из тех, наверное, кто готовится, но не прям так жёстко, что продумывая прям все дни. Вот это... Я тоже оставляю, конечно, гибкость. У меня там нет такого плана, что в 7-40 подъёма не... То есть обычно просто есть то, что хочется посмотреть, а дальше ты как-то подстраиваешь. Ты там вот тот музей, та галерея, и покупаться вечером. Со всеми ли друзьями, людьми, близкими даже в жизни получается путешествовать так, как хотелось бы? Всегда ли можно идти в путешествиях компромисс? Нет. Спасибо. Расходимся. Нет, я когда ввязываюсь в какие-то большие приключения, я на самом деле заранее проверяю. С той же Элиной мы никогда раньше даже... Мы даже до Испании мы особо вместе не путешествовали, она приезжала ко мне во Францию. Вот. И не помню, сколько ночей она у меня ночевала. Но мы тогда поняли, что у нас как-то прям хорошо всё, мы там вместе всё делаем, и всё как-то классно. Вот. И тогда мы такие, опа, можно вместе путешествовать. То есть обычно это какая-то проверка. И опять же, есть какие-то у меня близкие подруги, с которыми, ну, я очень их люблю, очень классно мы общаемся, очень всё здорово, душевно и классно. Но при этом я знаю, что мы если вместе куда-то поедем, это будет очень плохо. Ну, просто что, может, какое-то время, там, один день это всё хорошо, а потом просто настолько разные взгляды и разные как-то цели и ценности, что там дальше уже слишком много компромиссов и мало удовольствия. Поэтому не со всеми бы я и поехала бы куда-то. У тебя вот есть опыт, когда ты поехала с незнакомой девушкой путешествовать? Ну, я, наверное, немного понимала, что она себя представляет до этого. То есть я всё-таки понимала, чем мы будем заниматься. То есть у нас была какая-то общая цель. Я понимала, что мы обе хотим вот пойти в поход, то есть нам обоим это интересно. Я как-то чувствовала, что если что, мы можем пойти на компромиссы друг к другу. И да, и поэтому мне было не страшно это сделать. Ну, в этом тоже плюс соцсетей, что ты видишь примерно как человек. То есть я не совсем как бы вслепую еду. Да-да-да. Не так, что знаю её имя вроде. Вроде знаю, что там будет. Да, ну и вот с Настей, что здорово, что она видео снимает, и ты примерно знала о ней. Да, я примерно понимаю. Да, вот в плане, да, полегче. как она видит. Да, это правда. Но так я, в принципе, наверное, согласна с тобой. На самом деле, наверное, самое такое важное, мне кажется, это насколько люди готовы идти на компромисс. Потому что если ты едешь с кем-то, и другой человек в какой-то день, например, хочет заняться чем-то одним, а другой другим, что вы такие, нет, идём туда, тогда ничего не получится. Что, да. На самом деле, вот с Настей опять же комфортно в том плане, что если я хочу чего-то одного на другого, мы спокойно можем пойти в разные места, и все будут счастливы, и никаких проблем нет, а потом вместе что-нибудь поделаем. То есть вот это, наверное, такой важный аспектик. Ну да, для меня тоже было важно, что нет такого, что мы только вместе, и всё, и... Да, ну либо, не знаю, хочется кому-то одному сходить в одно место больше, и сходить и туда, и потом и в другое. Ну, в общем, как-то... Ну да, наверное, всё равно должно быть какое-то общее звено, почему это обоим интересно куда-то ехать, какая-то общая цель, что не так совсем, что люди любят разный формат путешествий, тогда, наверное, нет смысла вместе ехать. Тогда просто вы будете по отдельности в итоге, даже если вы пошли на компромисс. Ну, в самолёте вместе посидите. Да, в самолёте вместе посидите. Да. Да. Что-то запланировано у тебя на этот год? Пока ещё нет. Есть скорее на уровне мечты. Не знаю, насколько осуществимо, поэтому сейчас даже, ну, рассказывать нет смысла. Пока нет, не запланировано, но думаю, что тогда будет. Ребёнок подрос, уже хочется что-то такого интересного вместе предпринять. Ну, понятно. Голос горит. Да. Да. Не, ну, пока, да, пока планов никаких нету женских. Тут просто дожить до весны, и там уже как-то и сила появится, и желание, и солнышко нашепчет, куда дорогу держать. А весной почему-то всегда ещё больше это всё... Да вот уже пятница какая была, солнечная, после этого такой, я же проверила, февраль или март. Всё ещё февраль. А у тебя уже билеты куплены? Нет, билеты никуда пока не куплены. Есть тоже одна идея, пока не буду о ней говорить. Загадку, вот это вот всё. Ого. А так, да. Но до этой идеи хочется съездить куда-то почему-то в какое-то маленькое путешествие. Такое буквально, может быть, на выходные. Тоже не знаю куда. Я в Тарту очень давно хочу съездить. Приезжай. Ну вот, да. Приезжай, правда. Потому что весной уже попроще, что тепло, можно на улице гулять больше. Да. Ну чего? Да, будем заканчивать. Да. Что посоветуем нашим слушателям? Путешествовать столько, сколько вам этого хочется. Пробовать разные форматы, если вам этого хочется. И находить всегда силы, возможность, время. И попутчиков, если хочется. И попутчиков тоже, если хочется. Да, дерзайте. Да. Много хороших приключений в этом году. Да. Да и в целом. Пока-пока. Пока.